Пресс-конференция Пресс-конференция В свете моего опыта У меня вопросы такие, как-то они Примитивные, но мне лично очень интересно Условно говоря, вот американцы В книгах ваших, естественно, нет В книгах ваших, естественно, нет Но вы с ними сталкивались Работали, вместе общались Они были условными, да, противниками Вот скажите мне, пожалуйста Чем мы сильны Чем они сильны Как вы это помните Вот в результате вашей Работы, соответственно, уже на Вот этом участке И, ну, я не знаю Ладно, Бог, что в личных Пересеканиях отставные Значит, а второй Вопрос Тоже из этого Времени, наверное Хотя, Бог его знает, ваша биография Как бы военная Когда мы были ближе всего На вашем опыте В большой войне Вот как Велик Славов сказал Счет шел на секунды Принятие решений Что их в таком роли Самый грамматичный момент Андрей, у меня уточнение Говоря об американцах Вы имеете в виду Вообще войска НАТО Я правильно понимаю? Ах? Говоря об американской армии Вы имеете в виду Все-таки войска НАТО? А, ну, это На самом деле Николай Егорович Виднее, как он это понимает Как военный А как нужно их делить отдельно? Агретарцы, НАТО Или не нужно их делить? Это лучше нас Знаете, от любого противника Самое страшное Недооценивать Переоценики не надо Но самое страшное Недооценивать Мое первое знакомство С Турженными силами США Непосредственно Стоялось в 2001 году Ну, а что потом Последующего Когда начальник штаба И стал Уже Можно было Посмотреться поближе С их жизнью Потому что Очень многие вопросы Которые решены Были у них Мы только к ним Поступали Поэтому нам было интересно Посмотреть, как решено Не только в Америке Но как пришло В Германии В Англии В Италии Да во Франции В общем, вот эти страны То же самое Особенно интересно было В Польше, Чехии Потому что Нехай она была Недавно такая же По советскому образцу А теперь она пришла На стандарты НАТО И как у них Все это произошло В этом познавательное Было очень интересно Посмотреть И полезное Я скажу Не стыдясь Можно было Смело брать Что бросает В глаза Бурые благотовки Когда солдат Новоправец Прибывает Вооруженные силы США То мне такое впечатление Я не знаю Как припит это Но у них выколачивается За головой все Что они до этого знали У меня Просто Сержанты Из него делают Абсолютно другого человека Еще не есть Друг Как так Умешали Что с него Мозги Взяли А другие Ему встали И вот через два месяца После этого Так называемого Среди Благотовки Он во всю Глотку Извращение Причину Шумит И искренне Доверит Что он Самый Сильный Что он Зверет Самой Лучшей Страде В Ниве Что остальные Все Должны Выпочиняться В них Прикословно Остальные Это люди Второго Сорта И в таком Плане То есть С одной стороны Конечно Для солдата Это Восемь Усоке Моральное Боеве Качество Которое Можно приветствовать Для той же Страны Для нас Они Более Дикими Потому что Абсолютно Была Другая Система У нас Была Другая Идеология Которая В целом Играла Такую Задачу И Готовила Такого Солдата Что Мы Набор Самые Сильные Самые Лучшие Мы Всегда Всех Победим Поэтому Вот В этом Плане Орген Боеве Военнослужащих США Я Сторож Высок Это Одна Сторона Он Высок Даже В те Годы Когда Они Терпили Прожили Вьетнам Потому Что Встречая С Многими Споставленными Начальниками Адмирал Марин Такой Был Пуся Комитет Начальник Штабов С Которым Часто Контактировали Я Был В Германии В 70 Годах А он Был В Германии В Купас Усок Мы С Нечас Общались И Он Чест Твою Рус Мы Понимали Что У нас Сильнее Но Мы Понимали Что Мы Все Погибнем Но Мы На это Смело Шли Потому Что Мы Любим Свою Родину То При Чувствии Людей В Своей Стране Очень Опытная Моральная Штабовка Делала Затем Сильного Расслужившего Это Надо Не Песа Практически Готовались Солдаты И Германы Матери По Астаны Есть Вопросы А Вот Эти Солдат Отвожат Это Действительно Они Заслуживают Этого Уважения Своей Системы Подготовки А Что Касается О Войне Я Не Знаю Когда Я Начальник Миштамова Были Такие Отношения Конструктивные Я В принципе Куда Просил Меня Везде Не Допускали Везде Там Где Раньше Никто Никогда Не Было Просто Быстро Пойти Тот Путь Который Мы Должили Пройти В плане Реформирования Посмотреть Как Это Сделано Если Так Делать Что В конце Будет Положительно Неположительно Надо Это Брать Или Надо Отрясать Очень Болезно А Что Касается Еще Оставляясь Таким Словым Событием Наверное Среди История Кроме Кронического Кризиса Такое Наверное Серьезно Что Касается Сегодняшней Обстановки Обратиться Вам дадут Более Натерто Крептически Потому Я Многих Вопросов Может быть И не знаю Даже Но В вашей Судьбе Военной Все-таки Был же Момент Когда Вы Офицер Командир Вы Говорите Мне Нужно Это Решить За 15 Минут Или Людям Ханат Мы Должны Готовиться Очень Тщательно Чтобы В течение Крапого Решить Целесообразно Решить В данном Словом Событики Были Вы Помните В начале Семьдесят Годов Были Сложно Отошли С Китаем У нас Оказывается Китайская Граница Прослужил 18 Лет Видел И Знаем Всю Эту Харькину Были Момент Разные Но Понимаете Оценить Самые Сложные Событики Можно Только Читать Которые Находятся Наверху Он Владеет Всей Информацией И Четко Понимает Будет Что-то Или Не Будет А Когда Я Служу Командиром Полка У У У У У У У У У Задач Я Наверное Такой Широтой Информации Не Облатал И Просто Что-то Придумаем И Не Хочется Спасибо Николай Здравствуйте Инна Сидоркова Газета РБК Вы Сегодня Говорили Про Реформу Вооруженных сил Нет Я Не Говорил о Реформе Ну Вы Затрагили Эту Тему Я Не Да Потому Что Вы Сказали Что Реформирование Вооруженных Сил Оно Должен Реформы Касающие Жилищного Вопрос Денежного Наботина Формы Военнослужащих Вот Они Были Начаты И Сергей Божеведович Завершились Судя По Доявлениям На Ваш Взгляд Остались Осталось Что-то Что Нужно Вооруженных Сил Менять Или Формировать Что Вы Добр Спасибо Ну Я Только Об этом Говорил Что Реформа Это Не Какой Акт Невременный Реформа Простоянно Должен Сил Потому Что Жизнь Меняется Жизнь Течет Меняются Взгляды На войну На военжированный Конфликт Меняется Вообще Обстоку Международную Видите Смотрите Что Сейчас Даже Многие Плетистые Деятели Которые Известны Многим Фамилией Во всем мире Даже Они Коин Не Понимая Какую Сторон Сейчас Идет Идет Смотрите Что Присходит В Зона Сил Которая Департ Будет Содерить В любую Обстановку Любую И мы должны Прогнозировать И развивать Что Счет Уберет Не Сегодняшние Зоны Сил Нам нужны И даже Не Завнешние А Послезавнешние Если Если Книги Моей Посмотреть Там Мысль Прочерпывается Что У нас Беда Еще В том Что Наши Преподаватели Училища В Академии В Гражданских Узов Они Мыслят Некоторые В лучшем Случае Сегодняшний Днем Вот Сегодня Экономика И Должны Высль Уже Послезавтра Тогда Логически Выкладывается Экономика И Сейчас Развитие Моин Дела То Почему Сейчас Стала Такая Тенденция Что Мы Или Боимся Или Не Хотим Заблинуть На Послезавтра И Выстраиваем К тому Период Мы Постоянно Попаздываем Поэтому Реформа Надо Постоянно Постоянно Если Мы Понимаем Что У нас Это Есть То Мы Должны Понимать Что Надо Иметь Еще Лучше Больше Вы Смотрите Даже Тему Чем Которые Вы Смотрели С Даже Из Этого Можно Иметь Какие Мысли Предположения Делать Выбоды И Развиваться Может Быть Вы Более Конкретно Можете Назвать Какие Направления Вот Было Понятно Социальный Вопрос Он Не Был Решен Долгое Время С Тем Жильем Сейчас Что Имеется Ввиду Вы Закладывали В Те Форму Определенные Положения И Цели Которые Должны Пойти Вот Какие Цели Достигнуты А Какие Не Достигнуты Я Не могу Судить Потому Что Если Я Был Непосредственно Сейчас Был Министерство Обороны Я Еще Мог Объективно Потому Что Многие Вопрос Я Черпаю Средств Массу Информации Для Меня Был Вопрос Я Пытался Развязать До Конца Не Развязал Потому Что Вроде Твердили А Потом По Новым Прошло Если Вспомните Вооруженные Силы Они Дисклоцировались Во всех Местах Советского Союза Потом Россия И Причем Вероятно По этой Дороге Может Пойти Против Надо Там Обязательно Посадить Какую Твою Из Часть Прикрыл Переход И Вот Там Может Давай Не Так То Взглядом Были Еще Те Которые Призали Горохи Были Когда Пешим Шли Маршал По Каким Дорогам Те Преграды То Есть Моя Была Идея Военных Посадить И Санцировать Там Есть Областной Центр Вот Здесь Мы Говорили Товарищ Прослужил 29 лет Забайкали Знаете Я Просто Вспоминаю Сколько В Болтане Школы Поселки На границе С Китаем В школе Учитель Он Директор Школы Который Делал Профессиональное Образование Остальные Учителя Было Мои Солдаты Что Закончил Какой Вуз Попросили Меня Просто Выгрузили И Отправляли До Педа Преподавания Смотрите Какое Образование Дети Учера Это Ужасающе Воды Горячей Нет Потому Что Система Водоснабжения Этого Не Предполагало Не Было Ни Котлос От Вес Ни Коммуникаций Только Холодное И То Время Электричество Тоже Несено Было Вот Получает 21 Вет Так Что Будет Жить Учим Наверное Дети Которые Эту Школу Закончат Они Будут Всеми Благами Которые Создало Человечество Чтобы Был институт Был Школа Нормальный Получил Образование Чтобы Мужчина Служа Вооруженных Силам Не Думал Об этом А Не Белила Жена Каждый Вечер Куда Она Завез И Что С Уже С 2018 Года Мы Обустроили Для Военных Всю Россию Только Нет Ни Жилья Ни Родков Ничего Вот С Этого Надо Начать Надо Было И Тогда Мы Вопросы Отпали Просто Как будто Их Небы Зачем Зажать Где-то В лесу Людей Как Я был Командующий Второй Танк Парлью У меня Был Поселок Парковский Оболчепост Была Шестнадка Танк Двадцатом Метром От Ближайшего Поселка Вообще В тайге В болоте Была Залида Методом Накомная Плата Где-то Километра Два Накого Два Половины И Там Поставили Родок Зачем Кому Ничего Что Мы Делаем Поэтому Это Тоже Это Мы Не Жили Перехват Понимаете Постоянное Движение Нужно Это Мы Не Жили До Добрый Добрый Любимый Александр У Меня Три Вопроса Первый Немножко Нравковный Вопрос Вы Сказали Всегда Говорит Самое Главное Важный Сам Солдат И Кстати Во Время Вашего Ваше Ваше Вступление Эта Мысль Вы Сказали Один Раз Но Эта Мысль Позвучала Несколько Раз Несколько Раз Позвучала Мысль Все Должно Быть Нацеленно Сохранение Жизни Человека И Еще Сказали Что У нас В России Не Такое Большое Население Всего 140 Миллионов Человек Мне Хотелось Бы Узнать У вас Почему Вот Вы Ну С моей Точки Зрения Дилетантской Мыслите Абсолютно Правильно И С точки Зрения Военного Мастерства Можно Вытерять Ради Победы Какое Количество Солдат Когда Безвыходное Положение Но Почему Так Как Вы Очень Многие Военные Не Думают И Думают Что У нас Солдаты Пушечное Мясо Это Первый Вопрос Можно Отвечать Последствия По Мере Ответа Ну Не знаю Мне кажется Все Таким Я Прав Был По Поводу Солдатов Потому Что Вы Помните Всего Наш Престольный Создание Советской Алимитой Российской Здесь Правильно Родители В армии Отпускали Солдата С большим Нежеланием Искали Любые Способы Чтобы От Этой Армии Каким Либо Разом Отъехал Потому Понимаешь Что Он Может Оттуда И вообще Вернуться Может Энваритом Поплачить Вот Это Кния Своей Учебный Центр Там Дикие Вещи Были Там Написано Я писал Это И Отдаверно Честно Солдат Сами Заражали Друг У Друг Гипотетом Чтобы Лейти Бост Или С этой Чей И Каким То Разом Отъехать Разве Это Служба Разве Нужна Такая Служба Кому Нему И Я Считаю Что Это Вина И Военных Огромная Что Создали Такие Словия Их Можно Изменить Зачем Мучить Человека Тому Чему Это Не Надо Это Надо Оттуда Беречь Солдата Прежде Сему И Соответственно Он Должен Солдат Воюет Но Он Должен Понимать Что Воюет На Лучшей Технике Что Она Превосходит Сколько Проговоря Если Я еду На ВСНСе А Против Не Поедет На Солдат Технице Солдата Которые Латарь Заберяют Прохождение Восслужив Как Сейчас Случат Я Не Знаю С С Образованием Пока Туровато Дело Везде Надо Конечно Реформировать Меняется В Лучшую Сторону Но К сожалению Наверное Не так Быстро И Хорошо Как Мы Хотели И Там Они Закладывают Такие Даспетки Которые Потом Каким Должен Проявляются В Лучше Или Худше Сторон Второй Вопрос Если Я Не Ошибаюсь Вы Командовали Первым Военным Парадом В 21 Веке На Красной Площади По случаю 56 Годовщины Победы В Великой 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 Волитой Я Может Быть Неправ Надо Прочитать Книгу И Потом Спрашивать Я Говорю О Другом Что Вам Удалось В этом Параде И Что С точки Зрения Того Что Уже Прошло 18 Лет Что Вы Считаете Вам Не Удалось Может Я Ответ Найдет В книге Но Пока Я Пролистал Мне Призло Понять Что Удалось Что Удалось Удалось Вот Сейчас Вы Подумали Может Что Можно Сделать Было Лучше На Параде Да Знаете Парад Мы Когда Толи Документ Перед Уходом По Миней Должен Проводиться Раз В Пять Лет Дорогое Удовольство Парад Если Вы Раньше Проведу Без Техники И Вооружения Это Одна Цена Вопроса Когда Проходит Часть Техники Вооружения С Авиация Это Цена Другая На Параде Безусловно Нельзя Что Показать Что Хотелось Бы Хотя Если Посмотреть Те Парады Которые Сейчас Проходят Китай После Тех Реформ Которые Появили Конечно Они Узывают Уважение К армии Тоже Действительно Это Огромная Мощная Машина Создана Мы Сейчас Которую Можно Судить По Парадам Вообще Выучки Подготовки Моист В какой-то Степени И Воевого Вооружения Поэтому Парад Должен Какой-то Цель Конкретный Или Просто Какой-то Праздник Торжественно Отметить Или Показать Что Мы Имеем Очень Серьезное Оружие Которое Мы Можем Применить Если К нам Что То Что Можно Было Сделать Тогда Парад Был Первый Без Техники Вооружения Только Личный Состав Пешим Сталью Прошел Подготовка Конечно Наверное В советское Время Была Более Цельсообразная Мощная Была Подготовка Парада Стрел Шаг Равнение Очень Четко Было Может Сейчас В этой Степени Немножко Это Поменьше Стало Но Сейчас Идет Парад Видите По Парад Показатель В параде Что-то Очень Конкретно Я не знаю Как Пройти Есть Самый Сил Клавный Увышен Политического Уководства План Проведения Парада Он Увышен Что-то Можно Было Лучше Вы знаете Если Честно Сказать Когда 2007 Году Парад Проводили С техникой Мы с техникой Проводили 2007 Году Когда Светняков Слав Минск Обороны А я Простал Замков Женей И Когда Устал Пост Чтобы Показать Техники Это Была Катастрофа Если Сказать Шли Три Машины Всего Тор Это Противовоздушная Система Наша А Остальные Машины Не Было Набрать Мы Шли Пускай Заряжающей Машины Просто Потому Что Не Было Нечего Не Было Напарать Набрать Техники И Стал В Одно Это Желание Наше Не Реализуется С 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 Тем Это Уложение Было Это Одно Из То Чтобы Накладить Срочно Проект Реформы У нас Вы знаете У ПВО Не Было Ни Одной Часть В России Ни Одной Часть И Постоян Готов С Машины Открыты Поэтому Если Ответил Вопрос То Ради Бога Если Не Ответил То Вы Ответили Марифу Утоснить Больность Вы считаете Что Парад С Нет Мне это Как Я Не Могу Наверное Такие Планы Могут И Есть Я Просто Свою Мышь Скажу Нет Вот Ваш Спасибо Как Если Было Забирать Построить Новое Жилье Солдат Или Парад Вы 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 Вставите Вопрос Уже С Готовым Ответом По И Наверное Все Нужно Решать Комплекс Чтобы Было Причтение Вопрос Я так Прямую Сказ Что Или Так Лучше Должно Кладать На Все И Желание Парад Это Тоже Разница Своего Рода Это Такой Мощный Стимул Смотрит Леон Почти Вся Страна И Даже Новый Единственный Новый Образец Техни Который Прошел И Характеристик Прочитает Всю Страну То Я Скажу Что Не У Всех Но У Большинства Слыхнется Очень Так Сердечно Слыхнется Что Мы Все Это Делаем И Не Все Присутствуют На Параде Видеть Вооруженные Силы В И Красе Не Только Замытным Богом Уголке Полку И Так Далее А Все Так Пройдет По Красной Почери Это Все Равно Демонстрация Военно Политическая Демонстрация Нашей Силы Успешность И Многие Вопросы Вы Знаете По-моему 2006 Году Тихом Северный Объявил В начале Военной Реформы И Он Взял Если Вы Читали Внимательно Вообще Даже Не Меняя Слов Как Наша Цель Такая Пять Задач Создание Четырех Объединенных Среди Командования Произование Дивизий Полков Бригады Создание Эскадрилья Алиционных Бас Подчинение Этим Округам Всех Сил Флота И Военных Воздушных Сил И Достигли Полном Объеме Вот Эти Празы Показали Что Сейчас Получилось Из Китайской Народной Своих Камер Конечно Печатающим Ваши Смешно Парабли В пустыне Тотем Городром Показали Свою Должность А Успехи Крымской Операции 14-го Года И Теперешней Операции В Сирии Они Наверное Когда еще Будет заложены Ваня Ну знаете Вы Задоем Вопросы Которые Не по Книгу А уже Пытаетесь Все Завернуть На Сегодняшний День Я Не могу Судить Насколько Те Изменения Которые Сейчас Происходят Министерство Бороны Насколько Они Положительные Отрицательно Скажутся Это Нужное Время Во-первых Да Второе Каждый Министр Каждый Генеральный Штаб Они Хотят Сделать Как Нужно Лучше Больше Для Оборуженных Сил Для Своей Страны Поэтому Те Штаб Не Могу Сказать Что Лучше Что Хуже Это Надо Объективно Смотреть Уникать В Ситуацию Почему Это Присходит Почему Допустим Были Бригады Почему Были Из Дивизии Я Не Могу Судить Каким Мотивом Руководствия Это Наверное Вам Что Касается Вы Нынешнее Уководство Руководит Уваженные Силы Нима Все Вопросы То же Самое Единственное Что Хотел Сказать Программа Вооружения Которая Начала Действовать С Одиннадцатого Года И Которая Была Заложена 21 Триллион Рублей И Программа Стоила Мне Лет 20 Жизни Присвала Принята Потому Что Я Докладывал Ее Организовывали Накладчику Было Возможно Меня То Вы Посмотрите С 2011 2014 Год Были Деньги Меньше Выделены А потом Ушло Подрастаивающих Деньг Оно Так Было Реализовано Сейчас Это Вы Затем О чем Вы Говорили Во-первых В начале Программы Выделены Были Огромные Деньги По Нашей Анициативе Оборону Промышленному Комплексу Который Смог бы Организовать Производство Тех Образов Тех Нужны Вооруженным Силам А не Того Старых Старых Образов Которые Не Имели Эффективности Если Что-то Возникло У Сирии И Все Остальное А Затем Когда Мы Планировали Производство Будет Отложено Пройдут Научно-исследовательские Работы Создадут Сидовые Образцы Их Примут На Вооружение Это Все Примежуток Минимум 4-5 И Вот С 15 С 16 Года Заложено Больше Года И Должны Пойти На Ружье Ну Пти Так И Даже Взять Корабль Если Даже Готов Проект Корабля Даже Малого Корабля Смотрите И вот 34 Года Делают Меню Корабля Пусть 3 года Возьмем Минимальный Срок Год Идут Заводские И Год Идут Сводские Испытания При Любом Вариате Лучше Случай Если В 11 Часу Году Поставим На Стапель На Сапеля Он Только В Поэтому Программа Она Идет Сейчас Она Завершается Уже Сейчас Вопрос Наверное Будет Стоять О Новом Программе Воевали Не Воевала Те Солдаты Те Офицеры Которые Полесили Раком Сошло День Что Министерство Доброго Едет Штаб Поэтому Я Не Хотел Б Присваивать Шири Успехи Себе Тебе Спасибо Большое Коллеги Будут Завершать Эту Кренцию Но Мне кажется Что Знаете Вот такие Вопросы Вызваны Тем Что Все Таки Мы Понимаем Специфику Министерства Дретьих Книгу Надо Включать Обязательно Да Дретьих Книгу Надо Включать Да Это Правда Потому Что К сожалению Министерство Оборота Одна Закрытых Ведов В нашей Стране При Работе С Журналистами Вот А Человек Который Был Вторым Традиционным В этом Ведовстве Поэтому Общение Для С Вами Действительно Очень Интересно И С точки Звения Что На С Сегодняшний День И Понятие Что Сегодня Мы Видим Поэтому Наверное Такие Вопросы У нас Больше Одни Сегодняшние Но Вы Страны Вы Вы Страните Надо Смотреть Завтра И После Завтра Правда Я Чтобы Одну Май Примак Когда Я служил Особенно В Замайкале Когда Здесь Правильно Сказали 40-50 градусов Морозы Зимой Летом Такая же Жара Ни Снега Ни Одну Грамма Замайкале Снег Вообще Не Упадает Ландшафт Один и Тоже Что В августе Что Сентябре Котельные С утра Начинают Говорят Что Деньги Кто-то Видно На угле Присвоил Там Вместо Угля Порезли Порошок Один Котельные Никак Не варить Надо Дрова Дрова Там Нужна Леса 700-800 Да И Никто Просто Так Не даст Только Снега Там Ветер Снесло Три Столба Электричества Нет Тоже Котел Не работает Надо Дизель Дизель Сломался И Восемь была Думаю Голубый момент Когда У меня Какой человек Военного Которым Учили Чтоб Я учил Солдат Авицыров Как Воевать Не заниматься Детям Хозяйств Вопросом Которых Я Никто Никогда Не учил И Я Пристегал Уже Свою Службу Они Занимали Я Написал Восемь 90 С Времени С Утром До Вечер Кто Холд То Семья Пробежала Замерзает Батареи Отмечали Все Это Ложилось Начальник Огрессионного Такого Как Я И Как Убрать Я Был Один Инициатор Чтобы Аутсорсинг Забрали Функции Хомагира Оставили Только Тому Чему Он Предназначен Это Был Главный Мой Прокол Замерзает Что Когда Мы Офицерам Убрали Все Задачи Оставили Офицерам Только Занятия По Боевой Подготовке Оказалось Что Он Фраг Их Не Может Потому Что За 20 Лет 90 Годы 2000 Вот Эта Бумажная Часть Соединения Где Не Был Слад Пучиненок До Генерал Полковника Дослужили Он Не Провел Жизнь Ни Сам Ни Одно Занятие Ни Одного Учения Ни Одного Командующего Дом Теренировки То Вообще Был Как Говорил Что С улицы У нас Гражданского Шеркодения Генерал Что Ты Генерал Супер Их Разницы Не Вижу И Поэтому Когда Мы В 2010 Году Давайте Проверим Брегаду Как Она Будет Действовать Когда Мы Эту Брегаду Подняли Я Сразу Прекратил Дем Не Знаем Что Делать В Состав Они Знаем Как Действовать По Благодарности Как Уходить В Затан Район Как Отрабатывать Вопросы Вообще Продолж То То Есть До По Полмесяцу Проводили Здесь Теория Практика Теория Практика Уходим Квадим Бригадой Академии Фрунзе Такая же Гордина Чтобы Что-то Научить Его И Говорим Что С 13 Годом Мы Начнем Вас Поднимать То Что Начало Делать Министерство Брон Идеи Но Для Дей Сначала Надо Научить Прежде С Спрашивать Вот Это Была Тяжелая Градотливая Такая Нудная Работа Вот Я Даже Пример Веду Я Полетел Сферваре В 2011 Году Спрашивают Мой бригады Градок Пустой Потому Что Владикавказе Сил Они Не Оследили Меня А На Верказе Делать Минут 30 40 Они Все Напоняли Что К Ним Лечим Приезжая Бригада Нет Приходит Один По Городку Я Спрашиваю Многие Бригады Все В поле Занятия По Плану Я Делаю Прошло Но Меня Сложно Повести В этом Деле Я Сажусь На вертолет Его Командую На 500 Метров Вверх Я Посмотрю Как Она Занимается Бригадой Поднимаюсь Наверх Смотрю Под одними Кустами Человек 200 Спит Под Другими Человек 100 Там Спрятано Садись Там Где 200 Садимся Чем Занятия По Плану А почему Люди Сейчас А я Первый Объем Здесь Минут Хорошо Развел Метер Через 20 Спрашиваю Где конспект Есть Нет Какие Занятия Придумай Взлот Наступлений Понятно В следующей Группе Конспект Есть Нет А что Проводим Взлот Рассветки То есть Каждый Ну понятно Что И еще Не Занимаются То есть Уровень Подготовки Был Ну Любой То есть Мы создали Коллективы Создали Организмы Для того Чтобы Капказин Президент Сказал Запустить В дело Надо Шлифовать И делать Любой Допустим Мы Что-то Купили Какую-то Весь Машину Не как На марке Наши Советские Машины Надо Проводить Запчасти Ломать То есть Прежде чем Она Начнет Работать Нормально И Надо Пришти Соответственно Вот Анализм Который Был Создан Потому Что Он Был Старый Весь Окончательно Создал Все Новый Но Не Может Работать Сразу Как Часы Первой Секундой Это И Показал Время Надо Время Спасибо У вас Заговорил Спасибо 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 Я Понимаю Уваживаю Желание Вы Вы Проводите Проводите Я Проводите Я Эти Вопрос Вам Спасибо Продолжение следует...